Слова внешнеполитического ведомства Армении Зохраб Нацеканян заявил, что никаких тайных договоренностей по Карабаху нет и призвал общество не поддаваться паническим настроениям. По его словам, Ереван не отклонялся от того, что говорил. Армянская сторона выступает за исключительно мирные решения. Приоритетом для армянской стороны остаются вопросы статуса и безопасности, добавил Нацеканян. Министр подчеркнул тезис о подготовке народов и обществ двух стран к миру. Глава внешнеполитического ведомства Армении отметил, что вопросы снижения рисков эскалации остаются самыми важными. Соглашения в Вене и Санкт-Петербурге именно такие и отказа от них не было. Поддержка России венесуэльского лидера Николаса Мадуро, оказавшего на грани краха, свидетельствует об открытии нового гиполитического фронта между Ромоской и Вашингтоном под Богом у США. Но стремления и возможности Кремля для противостояния, по-видимому, ограничены. Хотя Москва лидирует среди тех, кто по-прежнему считает Мадуро законным президентом Венесуэлы, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что вопрос о предоставлении существенной финансовой или военной помощи, чтобы удержать Николаса Мадуро у власти, в правительстве не обсуждается. Также Песков отметил, что налаживать контакты с Хуаном Гуайдо Кремль не планирует. В Донецкой области полиция Украины провела операцию в день рождения вора в законе Лотту Гули. Начальник Донецкой полиции Артем Песко написал об этом в своей странице на Фейсбуке. Он заявил, что во время операции был задержанный. При обыске на нем обнаружили наркотики. По словам начальника полиции, задержанный приехал в Украину по случаю торжества, организованного в честь дня рождения Лотту Гули. Также Кеско отметил, что задержанный на торжестве является преступником и находится в международном розыске. Приехал в страну для установления порядка в криминальном мире. Российский политолог Григорий Трофимчук прокомментировал дипломатический скандал между Баку и Тбилиси, возникший в связи с установлением 20 января в грузинском поселке Бугашен, бюста армянскому боевику Михаилу Авагьяну, который принимал участие в оккупации Карабаха. По его мнению, не исключено, что стратегическое партнерство Азербайджана и Грузии может быть заменено в какой-то момент на аналогичное партнерство Грузии и Армении. Грузию при желании вполне можно противопоставить Азербайджану. И не только из-за памятников, окачнув, например, такие протурецкие регионы Грузии, как Аджария, не говоря уже о Квима-Картли, считает политолог. Не думаю, что в Грузии по памятнику не доглядели, понимая и предвидя возможную реакцию Баку, который на такие вещи глаза не закрывал никогда, подчеркнул Трофимчук.